Всем привет! Проинвестиции, простые профессиональные инвестиции. Вот это три так называемых могула, просто олимпа инвестиционной истории. Это Питер Линч, его уже с нами нет. Это Джон Богл, отец-основатель именно индексного инвестирования. И, естественно, Уоррен Баффет, которого знает, наверное, практически любой человек на планете. Я просто обожаю золотые правила инвестирования Питера Линча. Их немного. Они работали, работают и будут работать, я думаю, на ближайшие тысячу и миллион лет именно в фондовом рынке. Поэтому я считаю, что каждому, кто заходит на фондовый рынок или занимается этим совсем недолго, я советую действительно выучить эти правила на зубок и каждый раз перед покупкой акции вспоминать эти правила. Это очень классные правила Питера Линча. Понятно, каждый из этих инвесторов ошибался в своей жизни, делал ошибки и Уоррен Баффет, и авиакомпании он два раза инвестировал, два раза продавал с убытками. Понятно, что все из них делали какие-то ошибки в своей жизни, но, опять-таки, это вот три человека, которые вошли в историю, уже и войдут на века в историю инвестирования. Но сегодня не о них. То есть, если на данный момент посмотреть весь инвестиционный такой фон, новостной фон именно по штатам, по количеству интервью, по количеству упоминаний. На самом-то деле, конечно, сейчас очень популярны три довольно молодых инвестора. Это Чамат Палихапития из Social Capital. Это Кэти Вуд, ARK Invest, видео, которое я уже делал, я ссылочку кину в описании. Это Билл Акман. Он вообще хеджфонд, хеджфонд менеджер. То есть, он делает такие довольно рисковые иногда ставки, но он очень часто оказывается прав и очень часто цитируемый. Берут у него интервью. Я, может быть, как-нибудь сделаю выпуски по Биллу Акману. Но сегодня поговорим о Чамате Палихапитии. Что мы вообще знаем о Чамате? Он, во-первых, родился в Шри-Ланке. Он не американец по рождению. Ему 44 года. Он вообще вырос, в принципе, в Канаде. Его родители эмигрировали в Канаду, он там вырос. И он был один из первых, на самом деле, в команде Фейсбука. Один из первых именно в управленческой команде Фейсбука. Также он является профессиональным игроком в покер. Потом, когда он вышел из Фейсбука, он создал Social Capital. И с этого времени, с 2011 года, он является CEO для Social Capital. И такой важный момент, да, Social Capital, средний доход, дает где-то 30% с инвестиций за последние 9 лет. Такое удавалось только Питеру, наверное, Линчу в свое время, когда он управлял фондами Fidelity. 30% за усредненная доходность за 9 лет. Это очень-очень круто. Вспоминаем правило простое. Если 25% роста в год, то вообще любая позиция, любая инвестиция удваивает за 3 года. Представляете, сколько у него иксов за последние 9 лет чисто в его Social Capital. Ну и чем он еще известен? Он, у него есть очень бычий взгляд на Теслу и Биткоин. И происходит это уже очень давно. С Биткоином он вообще, по-моему, с 2013-2014 года отрубит во все рупоры, что Биткоин будет просто в свое время расти, расти, расти. И Тесла тоже, да, то есть у него очень большой бычий взгляд именно на Теслу и на Элона Маска. И, как оказалось, да, по этим двум направлениям он оказался очень и очень прав. Также он является противником мегатехнологических компаний. Поговорим об этом попозже. Он в своем роде такой социалистический капиталист. То есть поговорим, да, то есть когда разберем Social Capital подробнее в видео, я немножко раскрою, что происходит вообще с его инвестициями, какая у него философия. Итак, по Тесле он давно в бычьей предикции на Теслу. Вот что он говорит, допустим, в недавнем интервью. И на самом-то деле вот эта позиция совпадает, в принципе, с моей позицией 100%. Я неоднократно и в видео различных, и в комментариях я пишу, что на фондовом рынке нельзя делать две вещи. Нельзя ставить против Джеффа Бизоса и нельзя ставить против Элона Маска. Так и он говорил в последнем интервью. Чамат говорит, не ставьте против Элона Маска или Теслы. Оставайтесь с победителями. Об этом я тоже всегда говорю. Победители остаются победителями. Эта стратегия, она довольно простая на самом деле, но она работает в 90% случаев. Не надо, как говорится, don't stick with losers. Не надо инвестировать в то, что ниже среднего рынка, то, что идет вниз, какие-то искать чудеса, развороты с новым CEO и так далее и тому подобное. Как правило, эти все иллюзии, они быстро захлопываются, заканчиваются. Надо хвататься за улетающие ракеты, надо хвататься за уходящий поезд. Вот это работает лучше на рынке, нежели какие-то иллюзии и инвестиции в что-то, что идет вниз или вообще на дне. Поэтому, так он и говорит, don't bet against Ellen, это его стратегия. Понятно, что это не является никаким посылом, чтобы прямо сейчас покупать, бежать на всю котлету Теслы. Конечно, компания переоценена, понятно. Но так же было и с биткоином. Это все будет волнами. То есть, скорее всего, будет коррекция по Тесле. Но именно в долгу играть против Теслы, ну понятно, что не стоит. Потому что все уже знают, что Тесла преодолела этот порог, когда она не может выплатить или там близко к банкротству. Поэтому на ближайшие, я думаю, 10 лет в любом случае Тесла будет хорошей инвестицией. Но в краткосрочные, конечно, могут быть разочарования. И по биткоину. По биткоину у него вообще такие мега бычьи проекции. Он предсказывает, что биткоин, говорит, просто-напросто идет на сотку. То есть, он перевалит за 100 тысяч, он перевалит потом за 150 тысяч, потом за 200 тысяч. Вспоминаем, Кэти Вуд тоже самое говорит, что вообще она считает, что полмиллиона долларов будет одна монетка стоить. Чем больше я сам изучаю тему биткоинов, тем, скорее всего, я больше склоняюсь тоже в эту сторону. Потому что какой менталитет у фондового инвестора насчет биткоина? Что это просто монета. Во-первых, надо сразу отсекать вот это слово монета. Хоть это и называется биткоин, это не монета. То есть, это уже всем должно быть понятно, что это далеко не монета. Да, это ассет. Как бы это странно ни звучало, но это именно ассет, в который можно инвестировать. Точно так же, как инвестировать в какую-нибудь, как бы странно ни звучало, недвижимость. Но биткоин тоже, по сути дела, недвижимость, которая никуда не двигается, в смысле никуда не денется, да, то есть от нас в ближайшее время. Поэтому это такой safe harbor, да, такой гавань, в которую инвесторы не обязательно туда лететь на всю котлету. Можно там 1-3%, как многие сейчас делают, даже банки, крупные инвестфонды. А им просто подкупают биткоина, так сказать, хеджируют свои риски там против доллара или так далее и тому подобное. Поэтому я сам ни одной позиции не держу с биткоином. Но я очень рад за тех людей, которые зарабатывают на биткоине, которым в этом больше разбирается гораздо, чем я. И на самом деле я считаю, что нет ничего плохого, если вы уверены, если это работает для вас и если инвестируете в биткоин, если у вас какое-то есть понимание, как работает именно блокчейн, то, конечно, я не удивлюсь, если цена монеты достигнет уже сотки в этом году. Я не удивлюсь, если она достигнет 150 лет через 5, я не удивлюсь, что она будет через 10 лет стоить полмиллиона долларов. Это абсолютно для меня не будет никаким больше шоком. Поэтому поживем-увидим. Но вот Чамат, он очень бычно строен на биткоин. Я еще позднее тоже покажу очень интересный момент, его обещание про цену биткоина. Теперь про social capital. Он основал это в 2011 году. Это такой своеобразный, на данный момент является таким инвест-фондом, но закрытым. То есть это как бы ни звучало, то есть social capital первое, наверное, что может возникать в голове, что это что-то такое социальное, направленное, куда можно там втюхивать деньги любым инвесторам. На самом-то деле нет. На данный момент это довольно закрытый клуб для инвестирования. Чаще всего это происходит в венчурное инвестирование, когда поднимают, как говорится, с колен очень маленькие компании и помогают капиталам, помогают развитию. Сейчас разберем подробно social capital немного позднее, посмотрим их отчетности, посмотрим, что там происходит, какие компании. Вообще, когда Чамат создавал social capital, насколько я смотрел его интервью, он вообще это задумывает, как такой своеобразный Berkshire Hathaway нового века. То есть действительно он ставит перед собой задачу превратить это в подобие Berkshire Hathaway. То есть он сам себя считает таким современным Ворреном Баффетом, он это не скрывает. Это проявляется в нескольких направлениях, которые тоже позднее видео я вам покажу. Но вот на данный момент это сугубо такая венчурная инвестиционная компания, которая занимается, как я уже сказал, инвестируем именно в основном в маленькие компании. Давайте разберемся с названием social capital и вообще с идеей social capital, прежде чем мы продолжим. Наверняка вы будете слышать о Чамате полихопитии, скорее всего, помяните мои слова, в этом году вы будете слышать его больше и больше с приходом Байдена. Вся вот эта тема всякого social будет гораздо больше звучать, социализм, все, что касается калифорнийских каких-то там успешных инвесторов. Это будет все звучать, поэтому давайте сразу разберем так называемые азы. Не путайте никогда social capital и human capital. Вы будете слышать и то, и то, я вас уверяю. Human capital это те навыки и тот опыт, которым обладает какой-то именно человек или какая-то группа людей. И она может оцениваться в плане какого-то value или стоимости даже. То есть, можно, в принципе, взять любого работника корпорации и посмотреть, сколько в него денег вложено, сколько он отдает, как-то проанализировать его как такую трудовую единицу. И можно как-то очертить даже именно value этого работника. Это называется human capital. То есть, все, что вы накапливаете за свою жизнь, за свою карьеру, все, что у вас есть, это все является именно вашим капиталом. Social capital это как раз-таки своеобразная сеть этих взаимодействий между людьми, которые, допустим, взаимодействуют и работают друг с другом в корпорации, в обществе. То есть, то, что люди создают для того, чтобы вообще общество, в принципе, функционировало. То есть, это network, да? То есть, это именно сеть таких взаимодействий. Давайте прямо на пальцах я вам приведу простой обычный пример social capital. Вот, допустим, я выпустил видео про акции Teladoc, про телемедицину, написал, сделал видео, написал description к видео. Вы нашлепали здесь жирных лайков и понаписали комментарии очень хорошие, на которые я некоторые ответил, которые некоторые отметил, сам залайкал. Вот этот весь процесс, который происходил вот на данном этапе времени в этой сфере вокруг одного видео, это и есть social capital. То есть, мы с вами вместе сделали такую единицу social capital. Как ее измерить? Вот сколько это стоит? Это никогда не измеряется. То есть, в этом надо понимать тоже, да, что social capital – это неизмеряемая величина, ее абсолютно нельзя понять стоимость, это абсолютно не имеет никаких границ ни временных, ни денежных. То есть, это абсолютно такая прозрачная величина, которая определяет, опять-таки, только именно цепочку взаимодействий. И, естественно, чем больше мы развиваемся как человечество, чем больше у нас там интеракшенов, да, между нами, тем больше мы собираем этот social capital. Почему Чамат считает, что именно social capital очень важен? Потому что он как раз-таки принимает этот social capital подход именно к построению своей команды, к инвестициям. То есть, один из основных его тезисов о том, что мне не важно, говорит, какие у вас там дипломы, мне не важно, какие у вас там зачеты и грамоты, какие медали были в прошлом. Если я вижу, что вы умеете взаимодействовать с людьми, решать проблемы, то этот человек, скорее всего, по его мнению, достоин того, чтобы инвестировать в бизнес. То есть, он говорит, что пришло время именно инвестировать по принципу social capital. Все традиционные виды, которые нам вдалбливались в голову, в том числе и в России, и в США, что надо обязательно идти заканчивать университеты, какие-то получать эти статы, дипломы, какие-то сертификаты. Он говорит, что это все вообще уйдет во ближайшее время во многих индустриях, конечно, не во всех, и что определяющей вот именно движущей силой для развития человечества, и в том числе для развития всего бизнеса, будет именно social capital. То есть, вот кто будет уметь взаимодействовать в этом social capital, тот и будет успешным. Ну, давайте теперь посмотрим на веб-сайт social capital. Опять-таки, это такой своеобразный на данный момент закрытый клуб. Информации здесь, на самом-то деле, не очень много. На основном сайте есть LPS, это как раз-таки вход для инвесторов, которые инвестируют. Есть список их компаний. Есть небольшая заметка о social capital, о том, что, в принципе, я уже описал. И есть annual letters, то есть ежегодные послания своим акционерам. Вот как раз-таки о чем я говорил, что всеми своими действиями Чамат, в принципе, позиционирует себя как такой новый Уоррен Баффет. И даже вот это вот идет под копирку с Berkshire Hathaway, самим Уоррен Баффетом, который ежегодные послания своим акционерам пишет. Примерно в таком же стиле он пишет только современным языком свои послания для своих акционеров. Здесь он приводит результаты инвестирования за последние. Там 9 лет сравнивает это с индексом SAP 500. Ну и раскрывает основные тезисы, что на данный момент происходит. Это было, вот это письмо было выпущено в марте 2020 года. Как раз-таки, когда пандемия началась, я советую почитать. Очень интересно. В принципе, я прочитал с удовольствием. Со многими вещами, конечно же, я не согласен. Я не придерживаюсь вообще социалистической какой-то идеологии никогда. Я считаю, что она разрушительна именно в капиталистическом мире. Но опять-таки, многие вещи, конечно, завораживают по чтению. Он сравнивает, к примеру, на данный момент, которые технологии развиваются, вехтехнологический сектор. Он сравнивает его с железными дорогами. И что в конечном итоге железные дороги тоже привели к тому, что образовались монополии, которые потом было очень трудно разрушить. Он проводит параллели с прошлым. Он приводит, что сейчас происходит. И он дает такие, так называемые советы, что сейчас делать с этими компаниями, с огромными. Вот он говорит, допустим, надо разорвать их всех. Apple, Google, все разорвать. И отправить на чертовы кулички. То есть, iPhone, Azure должен быть, AWS, Google Search, отдельный YouTube. Вот к этому он призывает. Такие социалистические лозунги по поводу технологической компании. Также он приводит довольно веский аргумент, что большие технологические компании, они настолько захватили еще рынок именно человеческого ресурса, что мелким компаниям очень трудно пробраться к этим талантам, которые, допустим, выходят из тех же университетов. Или просто талантливым людям, которые действительно попадают сразу в лапы Google, Apple и Amazon. И поэтому маленьким компаниям очень-очень трудно действительно охотиться за такими талантами. Они не могут предложить такие бенефит, такую зарплату, которую может предложить тот же Apple. Понятное дело, что они не могут конкурировать в этом плане. Но здесь я позволю себе немного не согласиться, поскольку я считаю, что, во-первых, очень много талантливых людей, поработая в Apple, в Amazon, они видят, как большая корпорация работает. Как правило, такие талантливые люди долго не задерживаются в больших корпорациях. Я сам в свое время был менеджером по работе и по набору персонала в одной крупной, на самом деле, международной компании. И я отслеживал некоторое время всех таких суперстар, как говорится, своих кандидатов, которые я набирал. Они все не задерживаются. В таких крупных корпорациях такие люди очень светлой головой, они долго не задерживаются. Они потом идут и создают свой собственный бизнес. Но, что примечательно, у них есть уже опыт, понимание, как устроен бизнес. Они начинают это с нуля. И в этом плане я ничего не вижу прям такого катастрофического. Я считаю, что качество создаваемого в бизнесе даже еще увеличивается в этом плане. Поэтому здесь я позволю себе немного не согласиться с этой позицией. Но, опять-таки, все очень завораживает. Если прочитать, очень можно всего-всего нового узнать. Допустим, есть цифры, которые он приводит, с которыми трудно, конечно, поспорить, что большие технологические компании в 2018 потратили 75 миллиардов долларов на свой R&D, тогда как вся стоимость программы Apollo в США буквально 60 лет назад стоила на нынешние деньги 150 миллиардов. То есть, на данный момент он считает, что инвестиции лучше направлять в какие-то реальные вещи, а не в то, чтобы разрабатывать какой-то очередной алгоритм сбора лайков или какого-то artificial intelligence. То есть, он призывает всеми силами бороться с этими большими технологическими компаниями. И на своем примере показывает, что действительно надо вкладывать именно в маленькие растущие акции и помогать этим бизнесам как можно больше. Поэтому здесь можно много чего еще прочитать. Я не буду сейчас все разбирать. Это очень долгое время займет. Можете почитать. Я считаю, что очень интересно. Много, на самом деле, полезной информации. Что еще интересно? Это компании, которые находятся на данный момент в портфолио именно Social Capital. Многие имена здесь, конечно, вам, скорее всего, не будут известными. Но я, изучив этот лист, так как я живу в Штатах уже долго, на самом деле я находил для себя очень большие сюрпризы. Я не знал, что за этими компаниями стоит Social Capital. И я многими продуктами многих компаний сам по себе пользуюсь. И они очень и очень достойные. В основном, во что он инвестирует, это healthcare, с чего, в принципе, все началось. Они вкладывают во всякие разработки лечения рака, различные геномные технологии. Это именно финансовые какие-то сервисы, enterprise, это какие-то первопроходимцы, допустим, какие-то именно инновационные технологии. Это образование и это потребительский сектор. Здесь мы видим, некоторые компании успешно провели свои собственные последующие IPO. Это Box, очень известная. Это CloudOn, который потом, на самом деле, куплен был DropBox. Это Cover, очень известная в Штате. Это Cozy, на самом деле, которая была куплена потом CoStar Group. И я хочу сказать, что я сам пользуюсь Cozy платформой для управления своих недвижимостей, для сдачи в аренду. Я считаю, что это самый лучший продукт в этой области на данный момент, который существует. Здесь и громкие имена даже есть, такие как Lotus Flare, SurveyMonkey. Это практически везде, где используется какой-то опрос. 3House, можно увидеть, что это делалось со SurveyMonkey. 3House, который аналогом такого является Khan Academy, где можно там за 30 долларов, в принципе, изучить все программирование с нуля до профессионального уровня. Ну и, естественно, Yammer, который был куплен Амазоном. Ну и еще был Slack, да, вот он здесь в списке Slack. Это вообще бомба была, да. То есть, это была очень успешная компания сама по себе. Она потом произвела IPO на Нью-Йоркской бирже. И недавно с компанией Slack купил такой гигант, как Salesforce. То есть, здесь много, на самом деле очень много, если покопаться по каждой компании, это такие очень перспективные бизнесы. Это не просто какой-то там стартап, это уже очень хорошие компании с реальными продуктами, что очень важно. Это не просто какие-то разработки на бумаге или какие-то красивые презентации. Поэтому вообще пакет инвестиционный social capital, конечно, оставляет положительные эмоции в том плане, что все практически молодое, все перспективное, все растущее. Ну вот, в принципе, и все по веб-сайту. О чем бы я еще хотел поговорить? О том, на каком реально коне в этом году, в прошедшем 2020-м, были спаки от компании Social Capital. Это было реально классно в 2020-м году, то, что они сделали. Что сделал Social Capital? Они выпустили 6 спаков, назвали их нехитроумно IPOA и all the way, как говорится, да, IPOF, ABCDF. Они выпустили такие 6 спаков. И в отличие от, наверное, еще там 50 или 100 спаков, которые выпущены были в 2020-м году, практически 80% на данный момент, то есть 4 из 6 провели очень и очень успешные выводы на IPO таких суперских реально компаний. Первый был IPOA, они выпустили на биржу компанию Virgin Galactic. Очень классный был маневр, да, то есть это именно Space Technology. На самом деле даже RK Invest, Кэти Вуд, сейчас хочет открывать ETF на Space Technology. Это очень будет бурно растущая отрасль, это был очень грамотный ход, это был первый вывод успешный от компании Social Capital. Это был первый вывод Virgin Galactic на фондовую биржу США. Здесь приводится, видите, какой был ретерн уже на данный момент с момента IPO и какие проекции по ревеню. Мы видим, что у Virgin Galactic просто зашкаливает проекции, на ближайшие 3 года что-то нереальное будет происходить. Не знаю, посмотрим, здесь, конечно, много очень, я думаю, позитива, все будет заканчиваться тем, и все будет зависеть от того, насколько будут успешные запуски Virgin Galactic. Здесь, конечно, есть уже и конкуренция, но поживем, увидим. Второе было IPOB, это они провели через IPOB компанию Open Door, занимается эта платформа для такого real estate, где можно продавать, покупать дома. Это такой своеобразный аналог Zillow, но немножко по другому принципу работает. Здесь тоже обещаются классные проекции, была суперская на самом деле сделка, компания очень известная. Что касается, если очень многих SPAC в 2020 году, были просто компании такие вот, как бы просто из-за того, что надо, как говорится, выйти на биржу, они выходят. То есть, никому не известные компании, и чем отличались SPAC от Social Capital? То, что это всегда был какой-то взрыв, да, то есть, это всегда была какая-то мини-сенсация, это всегда были классные компании до сих пор, которые выходили через Social Capital SPAC. Клавер Хеллс – это инновационная технологическая компания, которая специализируется на Health Insurance и еще для пожилого населения штатов. Здесь тоже проекции нереальные по компании Клофф. Да, напомню, что вот эти все тикеры уже, да, они конвертнулись. То есть, на данный момент IPOC уже превратился в Клофф. То есть, и по компании Клофф, если сейчас говорить, то тоже проекции какие-то нереальные, на ближайшие три года рост там намечается чуть ли не в три раза. Это очень круто, конечно, можно подробнее разбираться теперь в самой компании Клофф. И последнее, что было, это IPOE, вышла через IPOE компания SOFI. SOFI тоже не новичок на рынке, тоже очень грамотный вывод, тоже очень известная компания. Это такая, это больше такая смесь финтек и компаний, которые предоставляют всякие различные кредиты и еще wealth management. То есть, это в скупе такой своеобразный тоже финтек, но быстро развивающийся финтек. И проекции по времени тоже какие-то нереальные, то есть, здесь вообще в 4-5 раз обещаются за ближайшие 5 лет. Поэтому я советую, конечно, я сам буду изучать это все. В хорошей компании входить никогда не поздно, поэтому не стоит прям с потерей пульса, как говорится, бежать и инвестировать в эти 4 компании. Надо, конечно, изучать, надо смотреть, но я думаю, что просто так Social Capital, SPAC, не просто так эти компании выбрали. Я думаю, что все это будет успешным. Да, вот чем я как раз-таки в названии к видео, в обертке к видео представил, что действительно, Чамат, вот он волшебник, он или мошенник какой-то. Но на самом-то деле до сих пор к тому, к чему вот Чамат не прикладывался, свои усилия, какие-то инвестиции, все росло, все превращалось в успех. Поэтому посмотрим. Есть люди вот с такой положительной какой-то динамикой, к чему они не прикладываются, все растет. Теперь по поводу остальных двух, которые еще не провели слияние, это IPOD и IPOF. На данный момент ходят только слухи на всех информационных пространствах, всяких чатах, что IPOD, скорее всего, будет проводить на биржу компанию Autogrid, что является, конечно, зеленым источником энергии, что, конечно, будет, скорее всего, подрывной интерес к IPOD происходить, как только новости подтвердятся. А IPOF нацелена либо на Rivian, это производитель электрических пикапов, и, внимание, Starlink, то есть последний из таких называемых слухов, это то, что IPOF может вывести на биржу компанию Starlink. Я просто себе не представляю, если такой слух подтвердится. На данный момент IPOD и IPOF стоят примерно по 14-15 долларов. Я думаю, что IPOF, если Starlink сделка подтвердится, то, скорее всего, будет просто невероятный рост даже уже по SPAC-у, а когда это все выйдет на IPO, то это повторит, наверное, путь Quantenscape, который был взрыв в 2020 году, я думаю, что будет полнейшая эйфория, потому что это связано как-то с Эланом Маском и с Чаматом, это будет просто, просто какая-то будет, люди будут сумасшедше скупать эти акции, я больше, чем уверен. Поэтому посмотрим, конечно, давайте немножко еще для того, чтобы еще больше раскрыть о том, как думает Чамат, что он у себя представляет. Давайте проведем так называемую растритеризацию. Я люблю это делать, анализировать, конечно, надо социальные сети, смотреть, что человек говорит. Вернемся к биткоину. Помните, я говорил, что одна из проекций – это 150 тысяч долларов на биткоин. Вот такое обещание, которое на самом деле сделал пиновым, пин-твит, сделал Чамат. Он сказал, что если биткоин пойдет на 150 кей, выйдет на 150 кей, то он просто купит Hamptons, это такая сеть гостиниц, и просто переделает это Hamptons в такой лагерь, где можно переночевать для детей, для всяких работников фермы, и такой low-cost housing, ну, грубо говоря, сделает общагу из них. Очень интересно, да, то есть вернемся опять-таки. Он социалист, он, грубо говоря, коммунист, и вот у него такая идея разрушить, как говорится, Hamptons, превратить это все в какой-то лагерь, в какой-то low-cost housing. Посмотрим, произойдет, сдерживает ли он обещание. Здесь, на самом деле, можно понять, насколько, наверное, у него много все-таки биткоинов в позиции, потому что купить компанию, сеть гостиниц Hamptons, наверное, стоит больших денег, и, скорее всего, 150 кей, если достигнет биткоин, это, скорее всего, он не будет выкладывать всю позицию биткоина за эту сделку, а, скорее всего, 20-30 процентов. Я думаю, что у самого Chamato очень-очень большая, конечно, позиция в биткоине, и в любом случае через 5-10 лет он на ней очень много заработает. Еще один твит. Недавно был у меня, кстати, в одном из портфелей, который я чисто разрабатывал на SPAC, произошел просто взрыв по SPAC-ам ACTC, был скачок 80 процентов. Я сразу же понял, что здесь, скорее всего, какой-то крупный игрок, и выяснилось, да, то есть это был простой твит от Chamato. Компания взлетела, этот SPAC взлетел ACTC на 80 процентов, а потом еще, по-моему, взлетел еще потом на 40 после этого. Только после твита о том, что Chamato проинвестировал в эту компанию, ProTerra, и он лидировал этот Pipe на 450 миллионов, 415 миллионов долларов для компании ProTerra. И вот так вот происходит, да, к чему бы не притрагиваться Chamato, сейчас происходит просто взрывная реакция тут же. И еще. Недавно очень интересно, да, чтобы завершить, как говорится, такой эпилог этого видео. Вспомните, да, то есть, опять-таки, здесь мы видим сноску на Berkshire Hathaway, то есть он реально, он идет к этой цели, он хочет создать новый Berkshire Hathaway. В одном из интервью он на самом деле сказал, что у него такой долгосрочный план был в 2011 году. На 50 лет он себе расписал план, а первые 15 лет он готов был потратить на то, чтобы действительно разработать стратегию инвестирования. Чтобы создать инвестфонд. И на последнем интервью он сказал, что в 2019 году, что эти 15 лет на самом деле он уже выполнил. Он уже за 7 лет на самом деле выполнил все эти планы. Как говорится, все понял, как работает. То есть он идет, опережает график. И его такая цель была, когда ему там было 35 лет, что к 85 годам Social Capital станет, ну, самым наикрупнейшим фондом, как, к примеру, Berkshire Hathaway. Так что поживем, увидим. Вот его последний твит. Все, что он сделал, он закинул опросник в Twitter. Что вы, ребят, хотите вообще? Чтобы я создал Social Capital ETF, чтобы был Hold Car, Social Capital, ну, по типу как Holding, как Berkshire Hathaway. Чтобы я создал синдикат венчурный. Скорее всего, половина даже и не поняла, что это такое. Поэтому маленький был процентаж. Хотя, если разобраться, вот это было бы очень прикольно, если бы он создал Social Capital Venture Syndicate. И треть людей вообще ответила, типа, да ничего мне не надо, отвали, короче. Вот, поэтому, смотрите, да, 15 января, можно сказать, датой начала идеи по созданию Social Capital ETF. Я думаю, скорее всего, это не займет долго времени. И, в конце концов, может быть, даже в конце этого года, а может быть, и в следующем году мы увидим один, а может быть, и несколько ETF по аналогии с ARK ETF от Social Capital. Поэтому не упустите. Ну, вот и все, да. То есть, понятно, что будет ETF от компании Social Capital. Это вопрос теперь, наверное, скорее всего, только времени. Понятно, что это будет привлекательная инвестиция среди молодых инвесторов. Поэтому, если кто захочет заработать каких-то быстрых денег, я больше чем уверен, что этот ETF после выхода разрывать будет ближайшие там последующие три месяца там на 20-30 процентов в месяц. Но надо быть всегда аккуратным, да. Чамат Палихапити, социалист, пока демократу власти, он будет, скорее всего, сейчас более известным. Неизвестно, что будет вообще происходить с Чаматом. Кто его знает, да. То есть, все мы люди, да. Может человек и заболеть. Поэтому на всю голову, конечно, не стоит кидаться. Но за такими людьми надо, конечно, следить. Надо следовать, куда следует инвестиция. Он привлекает очень много денег. Поэтому надо, конечно, знать о том, кто такой Чамат Палихапити. Я больше чем уверен, что в последующий там год, в этот год, в следующий вы будете везде гораздо больше слышать. Но, по крайней мере, вы теперь знаете гораздо больше, чем знали о Чамате и о Social Capital. Ну вот и все. То есть, выводы какие? Выводы такие, что Social Capital является таким одним из самых передовых сейчас направлений, да, среди новостного фона именно по американскому инвесторинку. Можно сравнить Чамата Палихапити таким же примерно рамками, как Кэти Вуд. Это является один из самых сейчас передовых, самых известных из молодых инвесторов. Поэтому следите за Social Capital, следите за Чаматом, смотрите, следите за ITF. Возможно, будут какие-то новые спаки от Social Capital. Я не удивлюсь, если еще пачка из 5-6 спаков выйдет на рынок в 2021 году. Как показывает практика, все эти спаки, они довольно хорошо заканчивают. Поэтому, как я уже говорю, да, всегда победители остаются победителями, за такими людьми в инвестициях надо следовать и не бояться. За лузерами не надо следовать, а за победителями надо следовать. Поэтому всем хорошей инвестиционной недели, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте там лайки, комментарии, дизлайки, что угодно. Я всем желаю хорошего дня, утра, вечера, где бы вы ни находились. Всем пока.